Розовый Нидл продолжается Будто и не прерывался Добиваем Ну как? Да, занул Добиваем чистой сейф Давайте так скажем Я сегодня Первый раз с момента покупки Этой клавиатуры На которой я играю Решил ее наконец-то почистить Капитально С разбором Ну Конечно жесть там была Но теперь По ощущению почти как новенькая Но только Эти клапочки клавиш Четвертые все еще Привет, Данил Спасибо Слово Насчет Проблемы То, что у меня там Кнопки начали залипать Особенно С русская Вот я пока не знаю Помолит ли чистка Или нет Или кто-то это Сам переключатель Уже испортился Как оно? Ну, ты посмотри на сплиты Как бы Эмскейджи, да? Вообще Очень хорошо Первые Пять сейвов прошли Я прям доволен Там один сейв только Я подзастрял Ну и то как Подзастрял Вот Прошлый сейв как раз Нет, не прошлый А Третий сейв Там, где в конце Такой корнер Со спуска Такой корнер Я на нем очень Дальше Все делать На первом Прохождении Но все остальное Прям шикарно Доволен Ну Этот сейв уже Тайма Это уже Очень сложный Так что Пока что Пока что Не прошелся Но это нормально Абсолютно Блин Ну тут супер Бепрыжок Этот Да Неприятно Вообще Ну я еще Когда на прошлом Стриме Я здесь Несколько Хороших попыток Сделал Самая лучшая Была Это Бон В конце Ну Там где Корнер Такой В углу Ну Вернее Там не совсем Бонг Я там боялся Бонг И из-за этого Меня просто Вода Отогнала Не Дальше В принципе Нормально Сойдет Ну Не так плохо Если бы Вместо Сокурга Был бы адекватный Какой-то Крыжок Ну Короче Что-то более Стабильное У меня в целом Не было бы особо Претензий К этому Сейву Глобально Ну Хрень Я даже не буду с этим Особо спорить Но Ненастолько Ну Типа Терпимо Ну Этого Прыжок Ну Реально Просто Ну Как бы Не то чтобы На удачу Но Как понимаю Трис Трис Тонких Темперках И Вот Этот Ягональ Тоже то же самое, это почти как ЦентрГ, то же самое, это тоже 5 кадров, тоже фреймферпик. Да, у меня такое вчера было, ну не вчера, на простое стриме, у меня такое было несколько раз, вернее даже много раз, что я просто тупо прыгал, 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 рядом на этот ледж, и все, и тонул, ну да, расположение конечно же влияет, но все равно как бы подвергивает. Да что такое, я не могу запрыгнуть, сегодня ни разу еще не запрыгнул. Привет, лейбич. Блин, я там смотрю, Декстер успехи делает в Т3, вообще жесть. Походу спектральнить игру будет, но уже очевидно. Скоро шутки кончатся. Нет, но он уже, а, ты не видел? Он в свою группу постит, он уже 3 раза прошел 3-ю камерия, и вот сейчас он запостил сприншот, что он до корона дошел за 100 смертей. Вообще, это уже четвертое прохождение, видимо, пошло. Либо он тренери, я не знаю. А, да, он, а, он недавно запускал пятый уровень отдельно, и дошел, кажется, до Сайбера. Что уже тоже неплохо. Ну да, и что потом было с Астонкой, мы все знаем. Ну да, но, как бы, откровенно говоря, внутри у тебя в более 2-й стадии, Данил, без обид. Я думаю, что тебе еще понадобится больше времени, чтобы рядом с пидрами. Ну, не, прогресс определенный есть. Круто. У тебя в этой теме я бы этого, ну, никак не отрицаю. Но, просто, как бы, еще впереди очень долгий путь, по сравнению с Декстром в Крым. Мне кажется, у него уже, буквально, не так много за первую это присоедствовало. Передумал? Проходите. Данила, ты расстроишься, если кто-нибудь раньше тебя за спидрани с Д3 с этими, со скипами? Ну, типа, кто-нибудь возьмет, выучит бустарш и простые экраны, и сделает забег. Его же можно забить, полетально. Насколько я понимаю, правилами ничего этого не запрещено. Значит, это можно будет, как any% спидранс залить. Нет. Я даже пан-травлю, рыдашки. Ну, как? Столично, ну. Понимаешь, смотря кому. Каком-нибудь игроку, который уже облойда играет, вообще-то, много лет. В принципе, выучить три АВИ Дэнса и плюс-минус трендомий четвертый. Ну, перед этим, конечно, надо не долго проходить, все-таки он не прям весь скипается. Но звучит, как не прям безумная задача. Но, именно до таких людей, которые уже в АВОИ Дэнса играли. Знаешь, там сотни. в АВИ Дэнс как? Смотри, это странная формулировка. Немалого количества людей и камень фельдовения, да, особенно если сравнивать в масштабах населения планеты. но есть также в процентном отношении, так скажем, от активных фангеймеров, да, немало людей, которые могут довольно жестко в АВОИ Дэнс играть. в принципе не хуже тебя. Ну, вот это 100 частот, видишь, это в прошлом. Сейчас уже статистика набралась, людей намного больше, и из них отфильтровались естественным образом намного больше хороших игроков. Это как, знаешь, как естественный отбор. Ну, понятно, что средние и плохие игроки тоже никуда не делись, но как бы на виду больше тех, кто успехи делает, правильно? Ну, да, ну, это нормально процесс называть, что я опыт получил. Привет, Ник. Наверное, вот Ник бы в принципе смог. Кстати, наверное, он так и будет делать. Ну, хотя он не дойдет это-то никогда. Первый раз? Блин, не помню. Ну, смотри, мое первое проходение Z2 вообще целиком было что-то типа 136 часов, кажется. Ну, вот, по таком районе. То есть, ну, можешь прикинуть. Добус раша, не знаю, наверное, было часов 40 к чему-то. Ну, то есть, пару десятков часов, наверное. Я не помню. Может, три-четыре десятки. ну, как-то так. А где у тебя Z3 по списку них спидранов? Должна быть не столь высоко, ну, как бы, все-таки, что ты уже все простейшие этот пидранин, правильно. За пару часов? Именно сходу не факт. И если вспомнить, то и быстрее за пару часов. Потому, что там надо гуми вспоминать. И там следить так себе довольно вроде бы нечестный, чем в конце. Не так, что создадут, всем пофиг, может быть, будет. А, еще сотня простейших. Ну, правильно, потом там еще будут всякие такие не совсем простейшие, но которые, как бы, не составляют прям большой трудности. типа культуры там первый, второй, да, ну, такие-то. Вроде, как бы, это уже не прям изи игры, но по сравнению с 2-3, как бы, другое, да? Ну, там оригиналити будет. А, хотя, что-то, ее, наверное, нет на спидранкоме. другое, нет, не легкий, но легче, чем д3, явно. Но я думаю, что до гостевого уровня, там, дойти за присед, как бы, не особо прям, трудно. Скорее всего, вот ты, макутейки, пробежал, да, тогда, когда, я думаю, что, полностью пробежал. А, стоп, ты дропнул, на финальном боссе, по-моему. Я забыл, или ты пробежал. Да, вроде, дропнул, да? Ну, короче, я думаю, что, наверное, макутейки, не особо легче. А, на гостевых. Наверно, макутейки, с босташем, когда гостевых, будет, не легче. Чем в оригинале. В оригинале, где ниддл хороший, ну, умеренно хороший, да, нормальный ниддл, в принципе. Боты, ну, они просто смешные, а так, да, ничего такого, первый, который был, все ерунда, третий босс, я не помню, вообще не помню, четвертый босс, это, яруха, сойдет, чуть-чуть на рандомик, но, в принципе, ерунда. пятый босс, не помню, а потом вроде боссрайд, или пятого нету, там уже боссрайд. боссрайд, короче, я помню, что там до гостевых сложных прям боссов не было для меня. Ну, я боссрайд не полностью зачистил, но там это не требуется. Так что, то есть, там, даже на первом прохватине там не было прям ничего сложного. А гостевые, да, там уже проблемы, там явно будут проблемы, но, наверное, можно. Ну, как бы, проблемы, но проблемы не большие, чем с сложными боссами в G3, типа пострадше G3, или какого-нибудь, как это называется, сануки. Блин, у меня опять выйдет. А че у меня перегревается? Или че? Или это Windows 11? Причем это случается только в фангеймах, потому что у меня с тех пор ничего такого не происходило. То есть, у меня вот на прошлом стриме, да, и вот сейчас, а между этим ничего не было, не было никаких проблем. Странно. Ну, кстати, когда я обновился на Windows 11, мне прилетело обновление прошивки для компа, для материнки. и возможно, что из-за этого у меня теперь, видите, у меня не зависает комп, а всего лишь перезагружается видеодрайвер, походу. Нет, десятку не буду возвращать, К3 уж как-нибудь да пройду, потом просто фангеймы не буду запускать. Ну, либо поищу решение проблемы, но если нету, то и нахрен. Я не буду десятку возвращать, ну и нафиг. Блин, у меня была, между прочим, хорошая попытка. Ну, лоу. Кстати, в прошлый раз вылетело тоже, когда у меня была хорошая попытка, но правда, я успел умереть перед дверью. Попадение? Может быть, это потому, что фикстурные страницы перегружены, К3. Я, кстати, сейчас на Intel с ковидюхи играю. Вроде бы. Непонятно, у меня обе ведюхи работают. А, Nvidia у меня работает, потому что у меня кодировщик VBS на Nvidia, а игра на Intel. У меня монитор в Intel воткнутый обе. А когда я на дефятке сидел, у меня тут есть прям видео было только. Потому что... меня задолбало пиканье. Что? Ник, я не понял твой вопрос. Попробуй еще раз. Да нет, Intel уже не такой же, клин. Intel уже нормально, вроде. Так, у меня же проблема была, помнишь, комп зависал? И ничего на Nvidia. я думаю, что это разные теперь проблемы. Типа, завитания больше нету, а вылет чисто из-за того, что Intel просто. Нет, я же говорю, буквально у меня был на прошлом стриме один вылет, после которого я катрибуки не допускал. И вот только что. Все, с тех пор, когда я что-то работал, смотрел, аниме, еще что-то, да? Ничего у меня не было вообще никаких проблем. Ну, можно будет достать обратно на Nvidia 3. Ну, блин, надо эту видюху выкинуть нахуй быстрее Nvidia. Ну, заменить. Я надеюсь, что это будет нормально, что? я, конечно, комп не так часто перезагружаю, да, ну, я что-то выписываю, когда как раз переустанавливаю. плюс мне нравится, что Intel, она встроена, и до этого как бы тишина. но покупать видюху сейчас вообще не в тяну, денег нету, денег нету, вернее, как бы, деньги не на то, не на ведюху. они, они, конечно, подешевели, но не на стойке, равно, если брать 30-70, 40-70 тысяч, свою я могу продать, наверное, 6 за 8, 7 за 8. Sí. а не и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я бы мог гастр попробовать победный стрим запустить Но к сожалению этого не случится Так что стрима наверное не будет Потому что я не хочу боту запускать не победный стрим А просто фарм Что такое? Ну блин ха-таки это реально сложно уже Вот до этого момента Был просто неидл который в принципе можно преодолевать Но вот это уже прям конечно Такой уже заплетел не проходится Так нет я уже только что сказал что Не будет потому что у меня будет мстейв усесть Вот из-за таких сейвов эту игру за присест нельзя пройти Ну как бы ну а так Представляете Без сил сюда прийти да от начала игры каким-то образом даже если прийти И еще прийти сюда это тоже надо еще умудриться Но допустим даже дополз каким-то образом Как это пройти И как бы тренд тут Не так ну поможет но блин это сколько надо тренд Ну как ну типа если после супер г прыжка Не после Карниза Дальше с первой попытки пройти То в принципе конечно можно не так долго посидеть на сейве Ведь у меня уже было много попыток Да до верхней части В принципе если бы каждая из них была победной Ну Неправильно сформулировать Ну мы поняли первое Танцев пройти было много Если б до тренд был бы именно в верхней части И тогда Не настолько важно да Настолько у меня стабильный этот картижок Или Карниз задолбанный В принципе достаточно Один два раза пойти И остальное должно пройтись Это теория Ну Не знаю все равно Как жесть Ну да но только успеть проблематично Поэтому Нерабочие как то комментарии Да что я в диагональ то не попал Ну блин Какой простой прыжок На фоне остальное На фоне erst Нерабочное Нерабочное Оно Нерабочное Продолжение следует... 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 но я просто к тому что ей даже не записал и не запомнил такую именно игру ты там предлагал и никуда не буду записывать поэтому просто если я решу что я выполняю реквесты когда-нибудь вряд ли нам допустим да то я просто придется тебе еще раз искать или там написано прям а то наверно вид смотрят по моменту сама награде ну вот этот сейф он прям конечно испытание я чувствую что мне что мне нужно превозмогать чтобы пройти его я прям как-бы через силу все-таки посижу даже на руки то так не было да реально даже на пятом севере руки там где меня даже был стрим без прогресса у меня все равно мне принципе 5 сейф руки то нравится хоть и он сложный у меня такого не было чтобы я прям через силу играл даже на третьем сейверу кита который мне не нравится равно такого не настолько было так и 6 сейф но мне не а впереди стоит довольно простой я думаю что я быстро его пойду а ну про 8 не хочу думать а и и На самом деле из-за восьмого сейва этот сейв еще хуже, потому что когда ты проходишь восьмой сейв, ты понимаешь, что Ты понимаешь, что вот ты как бы сейчас поднажмешь, сейчас пройдет этот сейв и все, прощай розовый нидо, а когда ты проходишь этот сейв, то как бы ты понимаешь, что если ты даже его вымочишь и когда ты его вымочишь, то впереди только падение в еще большую яму Наслаждаться процессом тут явно не получается На верху такие простые прыжки становятся Я имею ввиду вот в самой последней части уже Запрыг на финальную часть и дальше там выпрыгать подблока Что там, диагональ по моему, да? Если б не спешка, то там умереть было бы практически невозможно, ну очень вряд бы Ну а просто спешка там вот это конечно жесть улучшает Ну вот это вот сложный момент Последний именно сложный нидо в этот момент Дальше именно спешка Я тут вчера вспомнил, что... Да, я про ней говорю Да, я про ней говорю Я вчера тут вспомнил про существование Crimson Needle 2 Даже запустил там совсем ненадолго, на несколько минут Что-то думаю может быть Может пройти Может он не будет уже настолько сложный для меня сейчас Что-то я думаю Что-то мы видим Что-то мы видим КН3 там после нету Игра битвоз это уродство. Я как бы ничего не хотел плохого сказать про ниддл кэнтри. Ну почти ничего плохого. Там есть такие колючные праны, но в целом он очень качественный, но без боссов концепта и мотивации прям маловато. Вот так вот. Так что Кримсон Миддл 3 явно прям совсем не в приоритете. Я не говорю, что я точно никогда не вернусь, но прям максимально в далеком приоритете. Блин, я так просто волнуюсь здесь. Спешу. Совсем не сложный прыжок, но я прям очень неаккуратно его делаю, но не могу ничего с собой так делать. Без спешки я бы не умирал, наверное, никогда. Ух. Ух. Все-таки вымучил. Я хочу. Все-таки выменялся. Я взялся с собой. Буду хорошо. Поставлю. Только разогрик. Ну что, горизонтальный экран. Я не буду. Я не буду. Я не буду. да всем спасибо за пул я тоже выдохну но сейчас надо втолкнуть дропкейт какой дропкейт а так я на него не дошел ну блин а че там корни стоит не в тему это резина стоп надо наверх запрыгнуть начали и 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 Прям супер бесплатный, но мне кажется, он немного сложнее, чем первый, или даже не сложнее. С кристаллом, кстати, не знаю, но по-моему здесь даже кристалл не такой же сложный был. Но я не брал кристалл, никогда. Кристаллом спертки вообще, в принципе, нет, отсутствует. Не, у меня же гонка 150. О, кстати, уже 40 часов на таймере, вернее, скоро 41 будет. То есть, представляете, мне нужно допройти игру отсюда за 9 часов. Не могу сказать, что это звучит нереально. Может быть, я смогу. Может быть, я смогу. А если... ... Сходить наверх А, а чтобы переждать воду наверху Надо обязательно на самый верх идти, да Я не могу на вот этой А, вы не видите То есть я не могу на вот этой платформе переждать По-моему там только на самый верх надо Да Да Ой, даже у сейва убивают кошмар Тогда нет смысла наверх выходить, что переждать Это уже как кристалл брать сосуды То есть это буквально кристалл брать То есть либо ты берешь кристалл Либо ты не входишь наверх А, ну Ну, куаргер это не так плохо, как с кешкой По идее, даже два Они не такие, вроде платят Ну ладно, не знаю, может Ну ладно, не знаю, может Но если алайн плохой То тогда, да, неприятно Да что я тороплюсь Ну в смысле Здесь надо, конечно, торопиться Но не в этом смысле Когда я уже падаю Мне не обязательно торопиться Нужно торопиться только в правильных местах Ну Привет, друг, в смысле, так я, наоборот, я обычно не днем запускаю. Это обычное мое время стрима. В субботу я, да, бывает, запускаю днем. Приехали, ужас, ужасно. Нет, я не хочу это проходить. Почему я опять здесь? Моя жизнь была хороша, когда я прошел этот сейф в первый раз, и я думал, что я больше никогда сюда не вернусь. Мне реально надо еще раз пройти этот сейф. Ну, всем. Например, вот ожиданием здесь. Потом вот этим тонким прыжком внизу. Потом вот этим корнером. Потом вот этим тропгейтом. А потом после тропгейта там г-прыжок на ледж. Ну, как, может, достаточно? Да, конечно. еще и полным прыжком но 2 конечно не 2 я думаю вряд ли 2 там обязательно но приятного мало а я могу 2 кадра прыгать где-то а я могу 2 кадра прыгать где-то это 2 кадровые? я что-то даже не помню ну я 2 кадровые не могу делать стабильно ну чтобы полуалмаз проходить одним прыжком там не 2 кадровые прыжок нужно сделать там нужно 5 по-моему здесь в смысле 2 кадровые прыжок не перепрыгнет один шип тебе нужно как минимум 4 кадровые прыжки чтобы шип перепрыгнуть Ты имеешь ввиду вторым прыжком на два кадра? В смысле на полуалмаз то полуалмаз Тебе на этом сейве нет же по-моему Я думал ты просто про абстрактный говоришь Ой как я не хочу в это играть Блин ну это совсем плохо конечно Но есть нечто напоминающее Не я не могу двух кадров Блин сколько же надо силы воли чтобы проходить этот сейф Я прям очень 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 хочется сейчас выключить Прям реально жесть Даже смешно самому Ну правда мне прям настолько не хочется этот сейф проходить А в чем я только думал когда начинал пора прохождения Почему я думал что мне будет терпимо вот это играть Дааааа Вот именно Я все равно на нее две минуты А я уже готов непрерывно жаловаться Просто невыносима играет. Почему у тебя это называют трениндж? Я даже ни разу до сложных прыжков не дошел. Потому что у меня неприятная ассоциация, неприятные воспоминания от этого сейва. Ты воспринимаешь игрока как робота, то есть определенный скилл, который надо перемножить на сложность или поделить на сложность не зла и равно пойдет человек за какое-то время или нет. Да? Что-то типа такого. Ты не учитываешь психологическую составляющую, эмоциональную? Да? 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 Я не могу допрыгнуть почему-то стабильно. Хотя это всего лишь прыжок из ямки. Смотрите, что пройдется. Смотрите, что пройдется. Нет. Ну вот там стейдж начинает с шестого сейва, конечно, прям пренеприятие шеи место. Ну, седьмой сейв как бы фенским передышкой, да? Вот. Шестой, восьмой прям реально прям настолько отторгает. Шестой еще, причем, ну вот они прям подрастающие, то есть шестой как бы уже, да, но еще как бы ничего. Типа. Вот мой, ну просто, на балл. Так. Так это вообще может пережить. А сколько я на стейже? Всего три часа? Уж так мало. О. Попорка. И. Вы не думаете, оттуда начнутся клинш-комментарии? Да. Количествок. И?. В. ну если игру бегать за два с половиной часа то конечно нет смысла сидеть тут и на вопрос можно ли отсюда за 9 часов дойти до конца будет такой смех ответ мне не очень смешно и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, к слову, однокадриумы у меня не появились на левом шифте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не, ну я в целом не жалею от задумки, что я хотел пройти эту игру второй раз, но я в целом это получилось. Это все еще сложно, все еще долго, но приятно прогресс увидеть. Что значит вип ему? Продолжение следует... Ну я даже в друг гейт прошел. Пропадает навсегда? Или просто ты не видишь их в списке? А, ну это фигня, я думал в принципе это больше, ну вообще уничтожаются. Почему два раза? А, стоп, почему два раза? Один же врагу. А, и ты танцует же тоже эффект ждал. Ну на лэк это один г прыжок, а где еще? А, в самом конце. Я заплыл кстати даже. Ну он, на нем по крайней мере не надо в другую сторону заворачивать. Первый прыжок я все равно нужен в правильной красоте, но это чуть-чуть полегче. Не надо таймить разворот. Хотя бы. Почему? Так если бонкнешь, то ты уже не пройдешь. А если не бонкнешь, то пройду. Ну. Я не понимаю что-то другое. Где еще, что запущено? Как? Что? Подожди, но перед ним я только что умер на открытой калитке Но там бонг обязательный Просто надо не привыкнуть шип лет, Серёгий Ну как, ну не обязательный, конечно, если ты на кадр делаешь там или что-то такое, но это уже в других стримах Финальный босс, ну, как выглядит, мне однозначно нравится То есть эпично, здорово и так далее Геймплей, ну, есть нюансы, но в целом неплохой босс Первая фаза, конечно, ну, оставляет звать лучшую, на самом деле На второй фазе некоторые атаки, возможно, я бы чуть-чуть бы доработал Ну, в целом довольно неплохо По сравнению с тем, что пятиплеер делает Вообще фангеймов мало финальных боссов хороших Части людей нравятся боссы по типу за ССГ и вот этих вот Но это отдельная категория И я, честно говоря, не фанат таких боссов А обычных боссов Не так много хороших Именно боссов Не а вейденсы Ну, я очень спешил Я не верил, что я успею вдруг гейт Я думал, что у меня нет времени Я не верил Ну да, так я не говорю, что боссов мало, я говорю хороших боссов мало Я бы не сказал, что много Какие в дому хорошие боссы, ну мои любители, ну они в лучшем случае нормальные Нью, ну пойдет некоторые Так он говно полное магнонавити Так у дому финальный разве босс, там же ВИДЕНС, по-моему Да 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 Не, они есть, я не говорю, что нет, поэтому он как бы, когда он начинает теперь числять, ну как бы, ну даже если там правда хороший босс там да То я как бы, что, ну они есть, но просто довольно маленькое количество, особенно по сравнению с ВИДЕНСами Калл мит Финальный босс Хороший Да что ж, я прям боюсь шесть, я прям боюсь промедлить В смысле в Зе только в Зе 2, а в Зе 3 А, ну да, тебе же нравится безумно Не обязательно финальные, просто хорошие боссы в самом гейме Ну подожди, ну ты заставляешь меня пройти его Да Ты мне рекомендуешь какое-то говно, не знаю вообще, что это такое При том, что я говорю, что я знаю, что это такое, что это говно какое-то Ух, отвезти Да Субтитры сделал DimaTorzok Не за Z2, а за Z3 Ну, ЖГ я только что сказал, что теоретики ЖГ-боссы это отдельная категория, она только определенным людям нравится, кому нравится такой тип боссов Ну, как бы их отдельно можно выделить, потому что первым нет, сама концепция не очень нравятся этих боссов Поэтому я, лично я, как бы, именно для себя, на свой вкус, не могу сказать, что это хорошие боссы Именно, на мой вкус Хотя я понимаю, что они, по-своему, там, качественные некоторые, да, могут нравиться там Ну, это прямо они отдельно стоят Ну, вот, Time Machine 2, я считаю, что финальный босс плохой В Z2, в Z3 плохие, в K2, оригинальный, плохой и, в Z3, в Era, и VENT3, в A7, в EA, и Z2, регистрирует У боши кстати хороший финальный босс, в гае плохой, в киллзе гае ну такое средний К2В, я не знаю, я же не пропадал На прогресс Ну не знаю, даже не сломанный гае босс, такое, не очень Да там сами атаки, ну так себе Not another magic power game, в принципе хороший финальный босс, с нюансами конечно, но я бы скорее отнес хорошие, чем плохие В Кримсоне, ну вот эти все вот, типа Кримсон, Дестинейшн и такие похожие боссы, но я не могу сказать, что это похожие боссы Ну мне только бизуал там не нравится, трек ла 2, мемы вот эти ппп А по атакам, ну это подожди, ну это джабый дэнс Там есть босс, там есть босс и он мне не запомнился Джастер только из чекпоинта, и без чекпоинта мне не понравился Да если отличный босс, я так не считаю Концепция хорошо зашла, и так далее, но именно вот Вайвон и Пилы Дестинейшн Финальный босс, это не хороший босс Садистия Не знаю, я не играл, может короче Музыка там прикольная Ой, вы помните там были такие игры, типа I wanna be the Emperor, Black Maze Хотя Black Maze там воиды, ну из таких, из упоминающихся Вот МПР босс кстати, но так себе, наверно все-таки, не очень хороший Ну не знаю, насчет нормальной Но, ммммммммммммм Из-за 2й пады неудача в смысле придираюсь ну как бы в этом и смысл что придираться потому что я хочу лучших боссов робот я не знаю колопки кстати хорошие боссы были некоторые дайвоны без колопки во всяких марафон и игрок и там были юрий не очень был финальный а до финального я не помню там были какие-то боссы а там был нарисованный типа примсона что-то там да по моему вроде был норм ну и брекен ауте не ну не средний в лучшем случае вы еще пулярите вспомните вот crimson needle 2 хороший финальный босс хочу пройти уже лет 8 и и Хватит разница. Точно есть же Ноизис, но я даже не знаю, у меня сейчас смешанные чувства по поводу финального босса Ноизиса, из-за того что я пытался пройти её. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну не знаю, вот даже вроде сейчас поперечисляли боссов, да? Даже если сложить тех, которые хотя бы одному из нас нравятся, да? То все равно это не так уж и много. По сравнению с тем, сколько вы и денцев есть хороших. Продолжение следует... 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 1 2 3 5 9 13 14 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok